МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако гонщикам, которые по возрасту собираются переходить в более старшие классы, Кубок России дает шанс попробовать свои силы в новой категории и попытаться заявить о себе. Итак, Икша. Теплый сентябрьский денек, и на старт приглашаются участники заездов класса мини. Новичков, поднявшихся в мини из микро, в Икше стартуют четверо. Двое, Саша Вартанен и Илья Кулеметев, уже проехали первые гонки в первенстве России, и Кубок для них очередная тренировка. А вот для Саши Мещерякова, номер 50-й, и Вани Чубарова, номер 55, это дебют в новом классе. Но на первых ролях здесь пока старожилы. Они, кстати, тоже готовятся к дебюту в новой серии. Я перехожу. Класс тоже будет называться мини. Парило. На моторе парило. На новую технику мальчишки смогут перейти только весной. Но кое-кто из них с этими машинами уже знаком. Ну, я катался в Италии, там тоже точно такие же моторы. Но там не на руле только, там были сбоку две кнопки. Матевос, старший из братьев Исаакянов, отлично начал гонки на маяке, уступив квалификации только Никите Ситникову. Володя Атоев показал пятое время, но неплохо стартовал. И весь предварительный заезд провел сражение с Матевосом и Никитой. Я его хотел на последнем круге обогнать, но не получилось. Финишировали, я второй, а то и Владимир третий, и Исаакий Ана Матоз первый. Разогревшись в предфинале, эта тройка разыграла Кубок страны и в главном заезде. Я стартовал с третьей позиции. На последнем кругу обогнал Никиту Ситникова. Он все равно меня потом обогнал, а потом Никита Ситников чуть-чуть вбок пододвинул Матевоса Исаакяна. И Никита Ситников стал первый, я второй, а Исаакян Матоз третий. Что же касается новичков, Чубарова, Вартанена, Кульметьева и Мещерякова, свои первые пробы они провели осторожно, заняв места во втором десятке. В квалификации самым быстрым из этой четверки оказался Иван. Хотя он тут самый маленький и по возрасту мог бы еще гоняться в микро. А вот в классе ракет новички блеснули уже в квалификации. Московский гонщик Кирилл Карпов на его машине номер 36 показал второе время. Его земляк Родион Брыльков, бронзовый призер первенства России в классе мини, был пятым. У остальных как-то не заладилось. Тимофей Давыденко стартовал лишь в пятнадцатом, Никита Годованюк и Даниэл Киропян замыкали вторую десятку. Впрочем, не слишком удачно отработали и некоторые опытные участники класса ракет. К примеру, серебряный призер первенства России Артем Маркелов квалификацию, по сути, провалил. Я с десятого, ну, квалифицировался десятый и стартовал с десятого места. Формат Кубка России включает два заезда, первый из которых так называемый предфинал, нужен лишь для того, чтобы сформировать стартовое поле финала. Таким образом, основные сражения откладываются до финальной гонки, в котором и определяется обладатель Кубка. Зная это, Артем Маркелов не стал предаваться унынию и уже к середине заезда включился в борьбу за лидерство, которую два дебютанта, Карпов и Брыльков, вели с Максимом Рыжковым. Новички оказались не робкого десятка. Особенно настойчив был Кирилл Карпов, ни на метр не отпускавший от себя опытных соперников. В итоге, когда в последних поворотах борьба между Рыжковым и Маркеловым достигла высшей точки, именно Кириллу Карпову досталась победа в заезде. Вот это дебют. Я чувствую себя отлично. Я впервые приезжаю в первую. Поздравление принимает и Родион Брыльков. Родион, скажи, какое место будешь? Третье. Ты доволен результатом? Да. Но, как мы уже говорили, главное – победа в финале. И тут опытные бойцы взялись за дело всерьез. Кирилла Карпова сразу со старта вытеснили за пределы призовой группы. Брыльков долгое время держался вторым, но праздник закончился и для него, когда Максим Рыжков, пробившийся с восьмой позиции, предпринял против него жесткую атаку. После этого Родион откатился назад и попал в объятия большой группы преследователей. Герой предфинала Кирилл Карпов выбыл из борьбы уже на втором круге, столкнувшись с Никитой Годовынюком. Кубок разыграли между собой Маркелов, Рыжков и Василий Кожевников. Двое из этой тройки уже думают о новых гоночных классах, куда они переходят в предстоящем сезоне. Я передовала этот Максим Юрьев. Я собираюсь переходить в следующий класс, КФ-3, и выступать в чемпионате Европы. Ну а пока они с азартом бьются за титул обладателя Кубка России, и высочайшее напряжение в этой борьбе сохраняется до последних метров дистанции. За полтора круга до финиша ошибается Артем Маркелов и пропускает вперед обоих соперников. Кругом позже ему удается отыграть и вернуть себе лидерство, оттеснив Рыжкова на вторую позицию. Максим, известный своей горячностью, оценил ситуацию мудро. Я в принципе ехал первым, потом меня объехали, я понял, что надо просто заезжать и не надо вылезть, вылетать. Итог. Маркелов на финише первый, Рыжков второй, Кожевников третий. Итак, в классе до нынешнего сезона, называвшегося «Ракет», на смену лидерам идут очень неплохие гонщики. Тем временем, последний чемпион этого класса Сергей Сироткин уже примеряется к международному КФ-3, и получается это у него очень даже неплохо. Во всяком случае, озабоченные выражения на лицах лидеров класса можно было наблюдать уже после квалификации, которую Сергей уверенно выиграл. Он попал по настройкам, видимо, но мы немножко и промахнулись. Дальше больше. Сергей, на его карте номер пять, великолепно стартует и уводит пелетон за собой. Кстати, класс КФ-3 в предстоящем сезоне ждет солидного пополнения, и это было заметно уже на Кубке России. Народу было мало на чемпионате России, всего лишь семь человек, максимальное количество набиралось. А сегодня на Кубке собралось 11 человек, даже не ожидали, что будет столько народу. Но борьбу за первые места повели лишь четверо. Дебютант Сироткин и три лидера класса, включая чемпиона Юрия Строганова, номер 17, и серебряного призера Яна Ванзанока, номер 12. В группе ведущей сражения за пятую позицию Юрий Григоренко, номер 61, за плечами у которого всего один старт в классе КФ-3. Третий новичок Степан Карасев, пока в числе догоняющих. Круг за кругом первая четверка несется по дистанции, и положение в ней, словно перед нами Формула-1, не меняется. Пит-стопов здесь не бывает, и соперникам ничего не остается, как наблюдать перед собой номер на заднем обвесе машины дебютанта. Сироткин первым пересекает линию финиша, добывая себе пол на старте решающего заезда. У нас не такой дебют, откуда столько сил? Ну, накапливал. А как ты их накапливал? Тренировался. Финальный заезд начинается по тому же сценарию. Небольшая толчья на старте, затем пелетон растягивается, и в колонну по одному несется по дистанции. Единственное отличие – гонку ведет Ян Ванзанок, для которого Кубок России – попытка реванша за поражение в первенстве страны. Вот, например, кто-нибудь не выиграл на чемпионате России, тот может отыграться на кубке. Легко сказать – отыграться. Соперники не дремлют. Малейшая ошибка, и вот уже меняется лидер. Вперед выходит Сергей Сироткин, а на вторую позицию перебирается Юрий Строганов. На его ошибки я ему пролез, а потом он ошибся еще пару раз, и я отъехал. Еще больше отъехал Сироткин. Он лидировал до самого финиша, все дальше и дальше отрываясь от соперников, и стал обладателем Кубка России. Гонка была интересная, так как к нам в класс перешел новичок Сергей Сироткин. У него был опыт езды на международных гонках. Он смог победить нас. Наши поздравления Сергею Сироткину и достойных соперников в наступающем сезоне. Что же касается второго и третьего призера Кубка России, оба намерены перейти во взрослый класс КФ2. И тогда, как надеется Ян Ванзанок, исполнится его давняя мечта. Мне через месяц исполняется 15 лет. Уже зимой, наверное, можно будет ездить на международные соревнования. Нынешним лидером этого класса международного опыта не занимать. Влад Ступеньков, к примеру, значительную часть года проводит в Европе. И в предстоящем сезоне у него также солидная международная программа. Это чемпионат Италии, Таллинн Опен Мастерс в классе КФ2. Это чемпионат Германии, ДКМ. Тоже классика КФ2. Чемпионат Европы и Мир. Неудивительно, что с таким багажом Влад доминирует на российских трассах, выигрывая практически все свои гонки. В чем секрет его успехов? Это сложный вопрос. Потому что на самом-то деле всякий человек, который задумывается над своим талантом, его начинает терять, потому что начинает думать и обдумывать это. Воля к победе, упорство и опыт помогли Владу выиграть и Кубок России. Здесь, в отличие от младших классов, собрались, что называется, все свои. Новичков ждут только в новом сезоне. Все прекрасно знают друг друга, и оба заезда прошли без неожиданностей. А единственным по-настоящему драматичным моментом стала авария в предфинале с участием тольяттинца Вадима Мещерякова и гонщика из Белгорода Алексея Стовбы. Претензий нет ни у кого. Был рабочий момент. Как бы для стороны моего соперника Алексея, конечно, не очень приятно. К счастью, последствия этого происшествия оказались не столь серьезными, как это могло показаться на первый взгляд. Алексей отделался ссадинами на ноге, по которой прокатился Вадим, и в финале занял второе место, уступив победу, ну, конечно же, Владу Ступенькову. Без участия новичков был разыгран и последний из кубков в классе КЗ-2. Более того, в отличие от этапов чемпионата России, аудиторию он собрал на этот раз довольно скромную. На старт вышло всего 11 гонщиков. Кубок разыграли между собой Геннадий Рыжков и Павел Кальманович, а к разряду мини-сенсаций можно отнести разве что успех Антона Ладыгина, сумевшего в предфинале натянуть нос своему именитому старшему брату. Он родился, когда мне было 11. Мелкий такой был. И вредный. Всегда у меня на награждение лет 6-7 было. Призы у меня забирал все-таки. Выходит на награждение. Отдай мне, это мое. Не, я доволен. Наоборот, я доволен. За брата обидно, да? Да, за брата обидно. Ответ мелкому и вредному брату не заставил себя ждать. Неоднократный чемпион страны отыгрался в финале, когда Антон ошибся в сражении с Артемом Кравченко. Кравченко Артем полез, но, видимо, поздно полез, потому что Антон его не видел. И Артем ему ударил заднее колесо, они немножечко сместились, траекторию ушли, на путь попали. А я уже ходом прошел обоих. Но к этому моменту лидеры, Геннадий Рыжков и Павел Кальманович, были слишком далеко. И по итогам кубка Кирилл занял лишь третье место. Ну, на самом деле, эта транса для меня сложная. Никак не дается для меня. Потому что третье место, это совсем неплохо. Ну, а победа досталась Рыжкову, сумевшему выстоять под беспрестанными атаками Кальмановича. Будет сложно. Павел Кальманович атаковал со старта, и он меня не объехал. Геннадий со старта уехал Рыжков, и все, отбивал все атаки. И как бы я не мог настолько близко подъехать, чтобы проехать его. Итак, соревнования в Центральной России завершены. Рассказ об еще одной любопытной гонке, которая под занавес прошлого сезона прошла в Сочи, ждите после небольшой паузы.